Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей, и четвертый сезон сериала Очень Странные Дела пока еще далеко за горами, возможно даже за парочкой заснеженных Эверестов, так как съемки вероятно возможно наверное может быть возобновятся только 17 сентября и целиком готовый сериал дай бог будет готов к середине 21 года, а тем временем пока все это дело тянется, наши любимые актеры, которые в первых сезонах были совсем детишками продолжают неустанно расти. Причем, кстати, будет заметить, что не все актеры меняются настолько кардинально, так уж сложилось, что разные люди растут по-разному, и если такие актеры как Сэдди Синг и Гейтен Матарацца с возрастом не особо изменились, то Халеб Маклаффлин, Ноа Шнапп и особенно Финн Вулфорд превратились просто в настоящие шпалы, которые по сравнению даже хотя бы со вторым сезоном просто другие люди. Такой гиперскачок в возрасте дайферам явно придется как-то объяснять, и единственное логическое объяснение, которое самым первым приходит в голову, это стандартный прием в виде фразы, допустим, прошло 5 лет, в начале первой серии четвертого сезона. Это был бы понятный и абсолютно оправданный ход, который наглядно бы объяснил, почему они такие взрослые, и вывел бы их из состояния Danger in Dragons, из которого они, в принципе, благополучно вышли и в третьем сезоне. Ну а сегодня мы с вами вместе с Натальей Дайер, а.к.а. Нэнси Уиллер, вспомним недалекое прошлое, когда третий сезон еще только прогремел, а наши ребята участвовали в различных мероприятиях. Также параллельно мы с вами, естественно, нарисуем небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал, получать бонусы или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти, или на самом канале. Все ссылки в описании. Итак, Наталье и в прямом смысле выдали на руки ее любимых коллег по касту. Чудесные головки, милые знакомые личики, у нас тут хорошенький Финн, какой милашка, Милли, такой вот Ноа, Калеб, Гейтен, мистер Джо Кири, и, наконец, я. И теперь ей предстоит ответить на вопросы и выбрать, кто в том или ином деле из этих ребят был бы худшим или лучшим. Отношения, интриги, скандалы, расследования. Большинство из вопросов действительно были связаны именно с отношениями. Первым вопросом было, кто из них при расставании со своими бывшими вторыми половинками сделал бы это максимально жестко, то есть порвал бы как следует. Самое жесткое расставание? Мне кажется, что Финн мог бы. Вообще, знаешь, он, наверное, начнет извиняться. Я просто думаю, что он может ляпнуть в что-то не то. То есть ему будет настолько неудобно и неловко, что он скажет что-то типа Шаррисона Форда? Мы в шоке тут, Шаша... Шаррисон Форд? Да Харрисон Форд, Харрисон Форд, ну прости! Это да, тогда это реально будет жесткое расставание. Потому что в начале минут 20, наверное, понадобится хотя бы на то, чтобы понять, что тут расстаются, а не алфавит вспоминают. Следующим вопросом было, кто мог бы настолько сильно зарыться в своих делах, что забыл бы или забыла про назначенное свидание? Чарли здесь не хватает, я бы, наверное, его и выбрала. Чарли забывает вообще обо всем. Чарли это большой опоздун, что до съемочной площадки. Эм, да, он определенно тот самый, кто... Он тот, с кем ты можешь вообще... Хрен свяжешься вообще, в общем. О, интересные подробности. Теперь я, кажется, знаю настоящую причину, по которой новые мутанты тащились до кинотеатра в целых три года. Просто кое-какой Чарли забыл, что он в них снимается. И они тупо не могли до него дозвониться. Кстати, интересно то, что Чарли был настолько в прострации, что умудрился проспать даже вечеринку по случаю окончания съемок этих новых мутантов. Теперь даже стало ясно, почему он всегда такой заспанный. А ролик по новым мутантам, где Чарли удивляется, как это он умудрился проспать вечеринку, вы можете глянуть на канале, либо перейдите по кнопочке в правом верхнем углу. Следующим вопросом было, кто из них будет или, возможно, будет встречаться с кем-либо из своих друзей. Даже не знаю. Мне кажется, что тут кто угодно мог бы встречаться со своим другом. Вы же и так так или иначе друзья, правильно? Это ведь часть отношений. Я не знаю, трудно сказать. Со свиданиями тут все сложно. Потому что вообще тяжко думать о том, что эти детские встречаются. Ну, для фан-базы сериала это вообще не сложный вопрос. Так как, как известно, она перешеперила уже всех, кого только можно было перешеперить. Так что, Наталья, не переживай. Все уже все представили. Далее у нее спросили, кто из них попадет в неловкую ситуацию перед своей второй половинкой. Я прям третьим глазом чувствую, что это кто-то из нас. Но кто нет, да ладно вам. Я споткнулась. Это как раз была одна из таких неловких ситуаций, которая, естественно, должна была произойти прямо здесь. Ох уж эти неловкие ситуации, которые заставляют нас в маршрутке проезжать на одну или две остановки дальше. Или с крутым видом выходить в бахилах из больницы. Далее у нее спросили, кто из этих ребят, последний, войдет или вступит в отношения. Последний, кто заведет отношения с девушкой или с парнем. Кто из них младше всех? В смысле, они вот все почти одинакового возраста. Ну, наверное, только мальчишки. Я не знаю. Но кто-то из них. Я думаю. Да, парни, вы остались последними. Хотя Гейтен-то вроде бы как бы и нет вроде. У него все благополучно состоялось. В третьем сезоне Дастин усердно пытался убедить всех в том, что его девушка настоящая. Ему это с трудом, но в конце концов удалось. У Наталии спросили, кому из них было бы так же трудно убедить своих друзей в том, что их вторая половинка настоящая. Я не знаю. Кто-то из этих детенков. Я просто вообще не могу представить их встречающимися. Просто я думаю, что они еще такие маленькие. Для свидания и вождения. Я немножечко их защищаю. Да, Наталия еще до сих пор видит их теми самыми маленькими ребятами, которые пухлощеки, беззубые, а кое-кто лысый, пришли широко открытыми от удивления глазами на съемки первого сезона. Те самые золотые годы. Че ж вы так быстро пролетели? В третьем сезоне Хоппер очень беспокоился за Оди, а точнее за ее отношения с Майком. И у него было негласное правило держать дверь приоткрытой на три дюйма. У Наталии спросили, кто из них мог бы просто забыть про это правило. Правило трех дюймов? Ооо, я не знаю. Я серьезно не знаю. Они для меня еще все такие малыши, я не могу об этом думать. Джо, вот на самом деле, я думаю, Джо, он вроде телец, он уважительный и спокойный. Я думаю, может быть он... Да, но я все равно думаю, что он очень вежливый. Нет, ну мамочка нет. Мамочка ни в коем случае. Мамочка Стив может придумать только еще одно правило, чтобы обезопасить своих подопечных. А как дела у Джо Кири и чем он занимается во время такого перерыва, вы также можете глянуть в недавнем ролике на канале. Следующим вопросом у Наталии спросили, какие два актера, скорее всего, пойдут шопиться вместе. Я скажу... Вот эти двое. Это парочка. Да, я думаю, что они могут сходить вместе купить... одежду или обувь. Да, я думаю, это нормально. У них такая забавная и милая дружба между друг другом. Я думаю, что они уже, наверное, как-то вместе ходили по магазинам. У меня такое предчувствие. И это предчувствие определенно верное, потому что они два сапогопара. Там попляшут, тут попляшут, подурачатся и пойдут шопиться. Робин в третьем сезоне стала мастером по расшифровке секретных кодов. И все ради того, чтобы не работать. У Наталии спросили, кто бы предпочел переводить секретные коды вместо работы. Оу. Я вообще... Я думаю, что это Гейден. Он реально очень умный. В смысле... Он умный не только в сериале, но и в реальной жизни. Думаю, что эта идея... Ему реально понравилась бы. Именно так. С этим я соглашусь. Гейден именно тот парень, который любит смотреть разные документалки, читать познавательные книжки и истории. И с огромным интересом об этом рассказывать. Далее у Наталии спросили, кто из них постоянно бы пользовался бесплатными образцами. Вместо того, чтобы что-нибудь купить. О, это, конечно... Безоговорочно. Точно я. Да. Я... Я... Наглая, что касается бесплатных образцов. Наталия, Наталия, как ты могла. Теперь хоть выяснили, кто все эти стенды с бесплатными закусками объедает. Далее у нее спросили, кого она больше всего защищает. Я думаю, Фина. Я думаю... Ну, знаете, он играет моего младшего брата, но... Иногда я реально себя чувствую. Ну, я отношусь к нему как-то по-сестрински. А это логично. Сестра на экране и почти сестра в жизни. Почему бы и нет? В третьем сезоне Дастин, чтобы связаться со своей второй половинкой, устанавливал специальную антенну. У Наталии спросили, кто из них установил бы такую же антенну у черта на куличиках, чтобы связаться со своими друзьями. Хм... Специальную антенну? Я бы... Я бы сказала, что, наверное, кто-то из этих двоих. Они оба такие милые ребята. Я так думаю. Это вообще неразлучная парочка. Они вместе могли бы и горы свернуть. Ну и напоследок у Наталии спросили, кто бы продолжал петь, даже если бы миру пришел к обздец. Ааааа... Наверное Ноа. Ноа постоянно поет и пляшет на съемках между дублями. Тут, я думаю, можно было бы просто выбирать весь каст. Они все бесились между дублями. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в инстаграм. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok